Скорость, конечно, это очень важный параметр для любой военной техники и даже для шасси «Искандера», которое может выдавать даже по пересеченной местности примерно 60 км в час. Но самое главное – скорость ракет, которые перевозят эти «Искандеры». На вооружении «Искандера» находятся два вида ракет. Баллистическая поднимается на высоту около 120 км – это ближний космос. Сразу после старта и при подлете к цели квазибаллистическая ракета интенсивно маневрирует. На нисходящем участке траектория она идет на цель вертикально со скоростью более 2 км в секунду и уничтожает даже хорошо укрепленные загрубленные железобетонные бункеры. А вот крылатая ракета «Искандера» летит к цели на сверхмалых высотах, огибая рельеф местности, и от ее удара тоже не уйти. Избить вряд ли получится. Данное изделие практически невозможно уничтожить. Оно преодолевает противоракетную оборону. Невозможно уничтожить. Ему нет противодействия, так как скорость изделия, которая подходит уже на конечном этапе к моменту цели, она существенная. Современных средств, которые могут остановить данную ракету, еще пока не придуманы. После пуска расчеты без промедления сворачивают комплексы и скрываются под кронами деревьев. Ракетчики действуют спокойно и уверенно, хотя так же, как и летчики, десантники, мотострелки работают практически без сна.